Новую торговую неделю мы начинаем с очень проблемных брокеров Trading Banks и MX Trade. Раскроем секрет масштабной популярности юаня, а также, внимание, расскажем очень важные изменения в работе брокеров перед американскими выборами. Не переключайтесь. Компании Trading Banks и MX Trade вообще не интересует их скандальная репутация и гонение со стороны различных регуляторов. Напротив, со стороны кажется, их это только подстегивает к дальнейшей работе сложными показаниями. На этот раз регулятор Мальты указывает на недобросовестную деятельность вышеуказанных брендов. Мальтийское управление финансовых услуг МФСА предупреждает, что провайдер финансовых услуг компания Grizzly Limited, управляющая Trading Banks и MX Trade, не имеет соответствующей лицензии других полномочий, необходимых для предоставления каких-либо инвестиционных или других финансовых услуг в соответствии с мальтийским законодательством. Регулятору МФСА стало известно, что компании предоставляют ложные контактные данные, однако это далеко не в первый раз. Ранее комиссия по финансовым услугам британских Фергинских островов уличила Trading Banks в изменении прописки. Среди других регуляторов, предупреждающих, что с этими компаниями лучше дела не иметь, оказались регуляторы Белиза, Южной Африки, Бельгии, Кипра и Турции. MX Trade также можно найти в черном списке Круэфер. Всем известный SWIFT, мировой поставщик услуг для финансовой индустрии, поделился своими показателями за месяц, которые отследили популярность китайского юаня. Согласно опубликованным результатам, более 10% всех платежей в более чем 57 странах мира осуществляется именно в юанях. К списку стран, использующих юань, добавилось еще 7, хотя два года назад в нем находилось менее 50 государств. Это может говорить лишь о стремительном росте популярности данной валюты за последнее время. К поклонникам юаня примкнули Испания, Боливия, Колумбия, Мозамбик, Набибия, Кувейт и Грузия. Вообще юань используется в 101 стране, где уровень использования валюты ниже. И в общей сложности объем таких платежей за сентябрь составил почти 13%. За последние два года уровень использования юаня для осуществления прямых платежей между Китаем и Гонконгом существенно повысился. Причем львиная доля роста приходится на первопроходцев и главные клиринговые центры для расчета в юанях, включая Сингапур, Великобританию и Южную Корею, прокомментировала Астри Торсон, руководитель отдела бизнес-аналитики в Свифте. К выборам США брокеры готовятся прям как мы к Рождеству, только мы выбираем подарки, а брокеры повышают маржинальные требования. Выборы уже совсем скоро, 8 ноября, и необходимо огласить весь список брокеров, которые ввели изменения. Брокер Exitrader повышает маржинальные требования по всем продуктам после закрытия рынка 3 ноября. Маржа будет начисляться в кратном отношении к текущим маржинальным требованиям. Компания OctaFX с 31 октября до 14 ноября снижает кредитное плечо для индексов US30 на 100 и CPX500 до 1 к 10. У Саксабанка вырастут требования к обеспечению по основным валютным парам на 2-3%, а по мексиканскому PESA и рублю повышение будет аж до 10-15%. FXOPEN может повысить маржинальные требования до 5 раз без предварительного уведомления. Что касается изменений в Дукаскопе банка, 6 ноября перед открытием рынка кредитное плечо по паре USD-MXPESA будет понижено до 1 к 10. В день выборов 8 числа снизится плечо по всем валютным парам на всех торговых счетах с балансом выше 30 тысяч долларов по состоянию на конец предыдущего торгового дня. Для других счетов уровень снижения будет определяться индивидуально. По плану снижение кредитного плеча завершится в 5 утра 9 ноября. Однако, если рынок будет нестабилен, банк продлит изменения для блага инвесторов. Выпуск подошел к концу. Информация предоставлена редакции Форекс Магнез. Хорошей вам рабочей недели. До встречи завтра на Дукаскопе ТВ.